я вас приветствую на нашем канале мы снимаем фильмы на все случаи жизни подпишитесь и вы на всякий случай на одном из предыдущих занятий мы с вами изучили вот это устройство трансформатор тока мы его применяли для того чтобы измерять большие значения токов маленькими приборами но сегодня мы поставим задачу более трудную мы измеряли все время переменный ток а сегодня мы попробуем измерить постоянный ток я взял блок питания буду подавать 10 вольт постоянного тока а вот этот кабель я взял вместо нагрузки общее сопротивление этого кабеля 5 ом и у меня как раз получится если я подам 10 вольт по закону ома 10 вольт поделить на 5 ом амперметр будет показывать 2 ампера давайте попробуем итак напомню вам как собрана цепь напряжение я снимаю с блока питания вернее источника питания постоянного тока здесь у меня подключена нагрузка а последовательной цепи в разрыв цепи я включил амперметр подаю напряжение я подал 10 вольт как я говорил уже у меня нагрузка 5 ом амперметр показывает ровно 2 ампера вся шкала два с половиной то есть 80 процентов это будет 2 ампера теперь попробуем использовать вот такой трансформатор тока для замера тока постоянного как подключаем трансформатор тока а очень просто я вот сделаю парочку виточков через цепь последовательно я нашел приборчик который я сейчас подключу во вторичную обмотку трансформатора тока итак я подключил трансформатор тока на вольтметр включаем видите амперметр показывает 2 ампера а наш вольтметр подключенный трансформатору только дернулся посмотрите еще раз он только дернулся и снова выходит на ноль что это нам говорит это значит что с помощью трансформатора тока мы не сможем замерить постоянный ток так как же мы будем замерять постоянный ток если у нас будет не 2 ампера а 20 или даже 200 или даже много кило амперов как нам его замерить трансформатором тока у нас не получится но жизнь не стоит на месте и ученые изобрели вот такие штучки которые называются шунтами вернее измерительными шунтами что из себя представляет шунт шунт это небольшое сопротивление которое включается последовательно в цепь а с него мы будем снимать напряжение все шунты рассчитаны каждый на свой ток и на свое напряжение например вот этот шунт рассчитан на 300 ампер то есть при номинальном токе 300 ампер которые будут проходить через шунт вот на этих зажимах будет 75 милливольт этот шунт поменьше он рассчитан всего лишь на 5 ампер обратите внимание на маркировку шунта 75 это столько милливольт будет при токе 5 ампер а 05 это класс точности и так этот шунт у нас на 5 ампер вот этот шунт видите побольше он на 50 ампер то есть если через него будут будет проходить 50 ампер вот на этих зажим чеках будет 75 милливольт этот шунт немножечко средний он рассчитан на 10 ампер а вот этот как я вам говорил уже рассчитан на 300 ампер материал из которого сделан проводник шунта называется манганин это такой сплав у которого сопротивление чуть-чуть побольше чем у меди и поэтому его именно и используют а сами зажимы медные или луженые попробуем сейчас подключить вот этот шунт нашу цель как я уже вам говорил шунт это сопротивление которое включается последовательно в измерительную цепь вот эти зажимы так и называются токовые потому что через них идет силовая токовая цепь вот эти зажимчики называются потенциальные потому что именно с них снимается потенциал то есть напряжение так проводники я подключил теперь к ним я подключу вольтметр на 75 милливольт почему 75 милливольт а потому что шунт у нас рассчитан на 75 милливольт итак посмотрим на нашу цель источник постоянного тока контрольный амперметр включенный последовательно шунт включенный последовательно вот к этим маленьким зажимчиком шунта подключен милливольтметр со шкалой 75 милливольт так как здесь на шкале 75 милливольт а номинальный ток этого шунта 5 ампер значит вся шкала будет у нас 5 ампер значит каждые 15 милливольт это один ампер при токе 2 ампера наш вольтметр будет показывать около 30 милливольт подаю напряжение контрольный амперметр показывает 2 ампера наш маленький милливольтметр показывает 30 милливольт 30 милливольт при номинальном токе 5 ампер означают 2 ампера сейчас через шунт последовательно протекает ток сейчас протекает 2 ампера но если бы у нас тут протекало 200 ампер мы бы просто подключили другой более мощный шунт а снимали бы все те же самые 75 милливольт и могли бы эту шкалу проградуировать так как нам нужно обратите внимание что напряжение мы замеряем сейчас вот этим вольтметром но мы можем сюда включить любой вольтметр сейчас я взял наш любимый мультиметр выставил шкалу на 200 милливольт посмотрите сколько она покажет показывает то же самое 29 ну почти 30 30 милливольт то же самое что и здесь то есть сюда мы можем подключить любой вольтметр вы только что узнали как работают измерительные шунты измерительные шунты могут быть рассчитаны на разный номинальный ток и на разные номинальное напряжение те которые у меня на 75 милливольт с помощью шунта можно измерять постоянный ток любых даже самых огромных величин мы просто берем вот такой шут более мощный а бывают шунты еще более мощные и подключаем на выходе простой вольтметр и таким образом мы будем измерять ток но с помощью шунта измеряют не только постоянный ток переменный ток точно также можно измерять с помощью шунта но мы будем измерять не просто действующее значение тока но мы сможем посмотреть даже синусоиду если мы подключим шунт на вход осциллографа мы сможем видеть синусоиду тока где это нужно это очень часто используется на электростанциях на высоковольтных линиях электропередач чтобы отслеживать аварийные режимы надеюсь сегодняшний фильм был полезен для вас подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите свои комментарии удачи вам